Добрый день, уважаемые радиослушатели, у нас на прямой связи, как мы уже анонсировали, депутат Рижской Думы, лидер партии «Прогрессивная» Антонина Нинашева. Добрый день. Добрый день. Да, может быть, я начну с такого вопроса, ну, не знаю, в какой-то степени, может быть, философский, может быть, нет, напрямую не связан с Рижской Думой. Вот можно ли сказать, что действительно общество становится все более нетерпимым, потому что есть разные мнения на сей счет. Кто-то говорит о том, что это просто пандемия, поэтому, может быть, люди стали, не знаю, более агрессивны и в социальных сетях, и в жизни. Кто-то считает, что это вот уже такая давняя болячка, и сейчас она проявилась вот во всей красе, если так можно сказать. Как вот вы это оцениваете? Как у нас там с толерантностью? Ну, я думаю, что более нетерпимое, ну, такой мой чисто субъективный взгляд из того, что я на лицо вижу, что более нетерпимо общество не становится, оно всегда было у нас достаточно нетерпимое. Я думаю, что мы просто больше, ну, поляризация происходит, то есть как бы мы разделяемся на такие, как говорится, лагеря с очень красочно отличными мнениями. И из-за того, что большую часть нашего времени сейчас занимает коммуникация в, ну, не вживую, да, а в социальных сетях, значит, комментируя какие-то новости на порталах и так далее, то, конечно, это все просто больше становится видимо, вот эта разница мнений сильная. И, конечно, эта нетерпимость, она теперь выливается в письменную форму. Если когда-то мы, возможно, ее видели, только если встречались с определенными людьми нетерпимыми, да, где-то на улице и слышали эти комментарии, например, в свой адрес, то сейчас мы их видим повсеместно в интернете, и, соответственно, они, как бы, ну, можно сказать, мультиплицируются. Кто-то их шерит, передает дальше, и поэтому создается ощущение, что, ну, мы действительно становимся более нетерпимыми. Мне кажется, это именно то, как, ну, потому что, по сути своей, люди всегда были нетерпимы, например, к тому, что они не понимают, или к тому, что они не знают, или то, что для них, ну, как бы, чуждо. Это такая натуральная, естественная природа человека защищаться от чего-то, что им непонятно, да, и если, ну, мне хочется немножко более позитивно смотреть, несмотря на последние события, которые, конечно, сильно удручают, да, и последние вообще новости, неделя, наверное, последние очень такими тяжелыми новостями у нас, да, в стране. Ну, я думаю, что ковид тоже, конечно, сказался, но, главным образом, потому что это все выливается теперь в той среде, где это можно сохранить, запечатлеть, а не так только пересказать. Знаете, мне сказал друг на улице, соседа встретил, он мне что-то сказал, и это одно. Другое дело, когда это уже написано, и это продолжается. Это мы знаем по детям особенно, да, что это проблема большая, там, почему у нас вот такой, как бы, говорится, травля происходит в сетях и так далее. Это все, в принципе, из-за вида коммуникации, что мы коммуницируем больше в письменном виде теперь, в таком интернетном. Это правда. Поскольку все-таки партия прогрессивная, но они входят в правительственную коалицию, пока не представлены в парламенте, у вас вроде бы свободные руки, что называется, вы можете со стороны посмотреть, дать какую-то свою оценку. Вот сегодняшнее событие, она буквально произошла, это новость вот получасовой давности, где Сейм, вопреки вот мнению и решению правительства, проголосовал за то, чтобы 7 мая открыть террасы. Но чтобы люди могли вот покушать на этих террасах, в кафе и без троя ресторанах, премьер уже по этому поводу разразился такой критикой, что теперь Сейм, как бы, проводит свою политику индивидуальную, как он сказал, да. Вот, с одной стороны, понятно, что погода становится лучше, люди не могут понять, почему они должны, не знаю, там, кушать на траве, на скамейках, в парке, вот они могут на улице террасы в цивилизованном виде, да, это сделать, с одной стороны. С другой стороны, есть, наверное, какая-то, не знаю, общая позиция правительства. Вот, как вы все это оцениваете? Сейм просто говорит о том, что все, терпение и у парламента, и всякое, и у общества, и нам нужно учиться как-то, не знаю, с этой пандемией сосуществовать, а не пытаться вот все это вот ограничить, какие-то нелогичные ограничения вводить. Знаете, мне, честно, очень сложно комментировать этот вопрос, потому что если браться чисто как часть, как самой являющейся частью общества, да, то действительно надоело, действительно непонятно. Но с точки зрения меня, как лидера партии, да, было бы немножко безответственно сказать, что давайте сделаем сейчас вот так, и, ну, например, откроем, сделаем, да, и будет хорошо. Я не могу этого сказать, потому что у меня нету научных данных, которые мне бы подтвердили, что так будет. Понятное дело, что эмоции зашкаливают, и в этом плане мы с прогрессивными, несмотря, ну, с партией, несмотря на то, что мы находимся в четкой, как бы, оппозиции про правительство и не являемся по парламентской партии вообще, да, то есть не парламентская оппозиция, наш статус, да, мы могли бы достаточно громко и четко не есть, за что очень много, за что критиковать сейчас действия правительства, но мы должны что-то предлагать в момент, что делать тогда в этой ситуации, правильно? И тогда у нас должны быть какие-то исследования, чтобы сказать, что да, можно открыть. Я, например, чисто субъективное мнение, считаю, что действительно уличные террасы, так как люди могут все равно брать еду в кафе и идти в парки кушать, да, то, в принципе, правильно было бы и, ну, возможно, не так опасно, опять же, но я спекулирую чисто своим личным, правильно? То есть я не оперирую конкретными данными, я могу сказать, что да, я знаю, что на улице на свежем воздухе ковидом заражаются, ну, меньше, да, это сложнее, потому что мы знаем уже вроде как из последних исследований, как он распространяется и так далее, что это закрытые помещения больше и так далее, воздух, но и поэтому из этого можно предположить, что да, надо открывать и надо что-то делать. Но в тот же самый момент сегодня, например, мы будем буквально вот в час дня, ну, у нас комитет образования, культуры и спорта в Риге, да, где у нас, у нас государство спрашивает, что города думают по поводу праздника песни и танцев и детей. И мы идем достаточно с четкой позицией, мы думаем, что это полный пред, извините, да, заражение, тянуть эту вообще лямку с нынешними цифрами заражения, особенно в Риге, да, где дети не могут учиться, но при этом они смогут петь и танцевать вместе. Ну, нет, понятно же, даже маленькими коллективами. То есть мне кажется, что это чисто здравый смысл, который здесь мне даже особо исследований не нужно, чтобы сказать, что не надо это тянуть и не надо пытаться откладывать и говорить, может, все-таки в каком-то формате мы проведем. Поэтому хочется, понятно, но хочется ведь в том самом формате людям, даже детям, ученикам, учителям, им хочется тот самый формат, к которому они привыкли, да, когда мы все вместе соберем, у тебя будет большой в Мажопарке, да, концерт, но это же невозможно, мы это понимаем, поэтому чего тянуть, мучить учителей, детей и, ну, вот в этом. И понятно, что мы все очень устали именно вот этой неопределенности. И, к сожалению, коммуникация правительства, она настолько низкая, ну, не знаю, чтобы не высказаться, более грубо, да, в эфире, что, понятно, этой определенности никакой не приходит, да, то есть мы не можем услышать четко, ладно, мы сейчас действуем по этим правилам, и мы их не меняем. Вот почему? И вот именно потому. И хорошо, понятно, ну, как-то привыкли к ним. Но именно то, что бесконечно что-то меняется, бесконечно даже вот видеть, и парламент не согласен с правительством и так далее, это то, что больше всего раздражает, я думаю, у всех нас, да, и, ну, да, именно вот эта неопределенность и постоянная смена. Ну, я думаю, да, терпение действительно на исходе, и тут однажды на лето, на то, что, ну, на вакцинацию еще своего рода, да, что мы видим, например, Англия, которая очень быстро вакцинировала большую часть населения, у них при этом, у них же, ну, как бы интенсивное тоже количество жителей, по-моему, более будет, да. Так как говорят, да. Они уже сейчас отменяют, буквально у них действительно история успеха, они вакцинировали большой процент, точно сейчас не скажу какой, но очень быстро у них прошла. Да, более 50% они уже вакцинировали, да. Да, и сразу же цифры упали, сразу же, у них сейчас они отменяют ограничения, да, ну, конечно, в пабы внутри не пойдут все, но уже уличные ограничения, у них есть основания снять ограничения, да, у нас опять получается неразбериха, вроде как у нас цифры вниз особо не пошли, но мы что-то пытаемся отменить. Вот здесь нет логики никакой. Это точно. Ну, многие наши радиослушатели, я думаю, помнят, что вы не только депутатрической думы и лидер партии, но еще и педагог. Вот нет такого ощущения, что все-таки, я понимаю, что это вынужденная мера, когда вот дети учатся удаленно, как иначе, да, но вот все-таки нет такого ощущения, что мы сами себя чуть-чуть обманываем, и, ну, что потом все-таки выяснится, что очень большие пробелы в знаниях у детей, потому что вроде кажется, так все неплохо, вроде ты занимаешься, можно всегда в Google посмотреть, родители могут тебе помочь, за тебя сделать контрольную, там, не знаю, и так далее, и так далее. Я чуть утрирую, но общий смысл, и нам вроде кажется, что, ну, все в порядке, особой разницы нет, ну, единственное, что вот там в коммуникациях дети ограничены, бедные не могут там пообщаться, да, вот в школе, а так все в порядке вроде бы. Не-не, конечно, вы правы, но ничего не в порядке. Это прекрасно любой педагог скажет то, что он может видеть и контролировать сейчас дистанционно, это только, ну, одна часть, да, и понятно, что уже сейчас, я спрашиваю у коллег, те, которых выпускники, да, у которых экзамен сдавать, они сейчас уже смогли, как бы на первой консультации пришли к ним дети вживую. Да. Те, кто сделали диагностики, чтобы, ну, понять, ну, а как там на самом деле. Они видят, что то, что цифры, ну, оценки, которые в Е-классе выставляют по процессу учебный шоу, да, но не соответствуют тому, что они видят вот вживую. И, безусловно, это будет, это будет массивно, и мы об этом говорили еще год назад. Было понятно, что мы знаем, что даже за лето выпадают дети, особенно у которых нету такой системы поддержки дома, как родители, которые помогут, да, я надеюсь, не сделают за, потому что это отдельный разговор. Если родители сделают за тебя, то они тебе не помогут, то они сделают медвежью услугу, и это еще хуже намного. Да, но есть родители, которые помогут, ну, подскажут, где искать, могут быть, может, уже есть такие навыки самостоятельного обучения у ребенка, более развитые, да. Но и те дети, у которых нету этого, и, к сожалению, система образования не подготовила их к этому, да, и поэтому эти реформы и нужны. Но это, опять же, отдельный разговор. Но те, у кого, в общем, нет этих навыков самостоятельного обучения, у них будут мощные пробелы, это понятно, и, как правило, к сожалению, это будут дети, которые, ну, изначально непривилегированные, из-за, ну, социально более сложными ситуациями в семьях, да, экономически и социально, да, и поэтому это снова повышает неравенство, да, и дальше это сильно влияет на дальнейшее неравенство, как мы уже понимаем, да, потому что зависит от того, с каким образованием ты закончил, сильно влияет дальше на твои успехи. Поэтому, безусловно, тут все те методы, которыми, ну, правительство пыталось и пытается до сих пор вливанием средств, ну, что-то как бы загладить, что-то где-то поднять и сделать, они, к сожалению, на наш взгляд, во многих случаях сильно неэффективны, да, то есть это спасение, как мы знаем, сейчас каких-то предприятий, да, а не конкретно людей и не конкретно ситуаций, в которых, ну, находятся люди менее защищенные. Этого, ну, мало видим. Вот вывели буквально, и все кровью бились за это универсальное пособие, да, для детей. Одно это, что у вас сказали с министром финансов, который стоял просто насмерть, что нет-нет-нет, как же мы можем дать детям и семьям просто так деньги. Ну, вот это понимание того, что кто на самом деле сейчас страдает больше всего, оно, к сожалению, его, к сожалению, нет в правительстве, потому что, надо сказать честно, там нет ни одной партии, которая бы представляла действительно, ну, как бы, интересы незащищенного общества. Да, вот все-таки еще такой вопрос, который, ну, не могу не задать. Что касается вообще вот изменений в процессе образования, я понимаю, может быть, это такой вопрос долгоиграющий, посмотрим, как у нас борьба с пандемией пойдет, но все-таки, может быть, действительно, что-то можно взять из этого, не знаю, в будущее, уже в мирное время, если так можно сказать, без пандемии, в образовательном процессе, и не в смысле, что уменьшить там число посещений там детьми школ, но, может быть, действительно, есть какое-то, вот, не знаю, преимущество и у такого удаленного обучения, да, не знаю, там, уменьшить все эти хождения с портфелями, вот то, что мы помним до пандемии, с этими учебниками, ну, вот что-то взять, такой микс какой-то, что-то хорошее из этого процесса тоже. Нет, безусловно. Это, опять же, тоже, я говорила еще, я говорю, год назад, это было сразу заметно, и сейчас то, что я обсуждаю, ну, с другими коллегами, педагогами, они тоже это видят, что есть те моменты положительные, которые стоит сохранить и взять. Здесь уже вопрос, как бы, мастерства увидеть, да, где вот эти положительные моменты. Но, безусловно, положительные моменты это нам стало теперь, ну, не только там экспертом в образовании, но, в принципе, всем стало понятно, что навыки самостоятельного обучения очень важны. Неважно, удаленно мы учимся или вживую вернемся, не нужно полагаться на то, что вернувшись вживую, учитель справится с 37 детьми в классе, что они каждый, вот она прям все проконтролирует, правильно ведь? Это невозможно. Это невозможно будет и после окончания образования, а когда учиться придется всю жизнь. И мы это прекрасно понимаем, что, ну, мир меняется, и учиться надо всем и всегда. И вот эти навыки самостоятельного обучения – это то, на что стоит концентрироваться в школе. Что мы можем дать в первую очередь детям – это научить их. Это то, что сейчас становится очень полезным. И вот, конечно, какие-то элементы, например, удаленного образования, задания, которые нужно не обязательно делать в школе, да, при этом встречаться и, понятно, делать другие задания вместе. Или, например, та же самая доступность педагогов. Да, я думаю, что вот эти дигитальные навыки, вы представляете, с какой скоростью учителя были вынуждены просто освоить эти дигитальные, ну, как бы, навыки, да, то есть умение пользоваться разными технологиями. Просто были вынуждены. И это, конечно, тоже можно сказать положительный аспект. Там есть свои негативные, но есть и положительные. Теперь с помощью вот не просто то, что попользовались, но и долго пришлось пользоваться, а значит, уже поняли, где хорошие моменты, где неудобные. И то, что учителя смогут быть, возможно, доступны более электронным способом, там, многим. Например, можно таким образом решать вопрос, ну, это, конечно, не лучший способ, как это решать, но, например, решать вопрос недоступности учителей в определенных, отдаленных уголках Латвии, например, правильно? То есть если мы говорим там про какие-нибудь предметы, на которые сложно найти на маленькую совсем ставку педагога, им уже не обязательно туда ехать, да, то есть можно как-то помочь, соответственно, удалению. Физики, химии или еще, ну, в каких-то таких предметах, которые, как правило, сложно найти в какой-нибудь деревне. Да, ну, то есть такие моменты, да, я думаю, здесь стоит учитывать, что можно эти элементы. Но главное, там есть один большой риск, я его слышу, и родители тоже много об этом говорят, чтобы министерство, конечно, не использовало вот эту вот ситуацию, таким образом сказав, что, а, отлично, нам теперь не нужно решать вопрос, там, педагогов, доступности и вообще финансирования образования, вот, отлично, все просто сидим на удаленке, и все. Ну, то есть не воспринимали это как возможность те недоделанные дела и те несовершенства в образовании как-то, ну, скажем так, как заплатку поставить это удаленное образование и сказать, все решено. Вот, как бы тут важно, важно за этим следить. Да, вот, вот если уж мы заговорили об образовании, то такой вот мостик проведем, наверное, к дошкольному обучению. Есть позитивное новое, чтобы не было так, что мы вот только, не знаю, все, как бы выражаем какое-то недовольство и критикуем. Это вот решение создать 300 дополнительных мест в детских садах. Вот, может быть, несколько слов об этом. По поводу, так, из положительного. Да, из положительного. Да, теперь есть положительная списка. Там много моментов положительных идет. Помимо того, что я вот буквально вчера мы приняли на заседание Думы по поводу, да, 300 мест. Хотелось бы больше, надо честно сказать. Ну, как бы всегда может быть самокритичным, потому что мы надеялись, что уже в этом году, с сентября, мы сможем, ну, больше места открыть, исходя из того, что мы видели, ну, какие у нас есть здания, что мы можем построить потенциально, и на какие средства мы можем заявиться, ну, вот в этих поведенных деньгах государственных, да, европейских, которые приходят, которые, в принципе, должны были на это быть тоже направлены, да, чтобы, соответственно, сейчас как бы немножко разогреть экономику, правильно? Соответственно, стройка и так далее, ремонты, вот. Но, к сожалению, тут тоже не все так гладко. Определенные новые правила Кабинета министров приходят в последний момент буквально. Вот почему на скором режиме мы буквально за 2-3 дня меняем какие-то свои документы рижские, чтобы можно было подать на эти программы. Потому что государство тоже буквально в последнюю минуту определенные условия вводит, по которым ты можешь заявиться или не можешь. Например, выясняется, что мы там, например, на наш большой, который проект у нас стоит, этот Гростон, может, узнаете, большой этот детский сад, там очень-очень дорогостоящий проект. Понятно, что нам на него нужны займы. Город сам его так просто не построит за свои средства. Вот. И поэтому мы надеялись, конечно, на эту программу. Сейчас получается так, что очень маленький процент мы можем от всего этой постройки, например, на него взять. Поэтому мы пока его поставили на паузу с точки зрения искать, а где, может быть, еще откроется возможность заявиться, запросить средства, потому что сами не потянем. Ну, то есть какие-то вещи, которые... И именно из-за того, что определенные есть правила кабинета министров, которые говорят, например, за определенную сумму можно только вложить в одно место, ну, детского сада создать. Ну, ладно, если... Опять же, я снова в негативное. Если в позитивное, то действительно 300 мест мы можем уже в этом году сделать, и поэтому два переделывается, в принципе, наших зданий самоуправления переделываются под детские сады, в которых примерно 300 мест получится новых. Параллельно этому мы готовим, надо сказать, вот это я в основном сейчас этим занимаюсь, так как я и в комитете образования, и в заместителе являюсь председателем комитета по имуществу городскому, где как раз эти ремонты происходят и все процессы, то есть я как раз сейчас работаю над, скажем так, масштабной программой ремонта детских садов, потому что мы понимаем, что там открылась возможность определенная взять займа, именно государство не на стройку, а на ремонты, и мы эту возможность хотим использовать. То есть какую-то часть наших запланированных в начале года бюджетных средств, ту, которую мы не можем реализовать, возможно, на стройку, мы хотели бы перевести тогда на ремонты. Поэтому сейчас как раз планируется множество ремонтов, там, где давно действительно не были ремонты, где уже есть от Вест-Лавис инспекции, то есть инспекции здоровья, есть акты, что там серьезные какие-то проблемы, где долгое время не было возможности сделать ремонт почему-то. Там, например, вот я была буквально вчера в детском саду, где там линолеум, который 30 лет лежит, и его только по кусочкам бедные работники детского сада там как-то латают, да. Ну, то есть какие-то такие вещи, группа, где дети все время, да, как бы спотыкаются об эти обрезанные кусочки, я уже молчу о том, что его мыть невозможно и приводить в порядок. Ну, то есть вот ремонты грядут, надеемся, что получится летом, ну, то есть мы постепенно будем подавать эти проекты, будут поправки скоро в бюджет буквально, и, ну, будем надеяться, что вот много получится у нас в этом году этих ремонтов сделать, хотя понятно, что одновременно еще вопрос, сколько доступно строителей вообще и работников. Ну, вот об этом я, наверное, как-нибудь потом расскажу, когда уже точно у нас будут и списки детских садов, и где ремонты, ну, сейчас вот мы над этим работаем, я конкретно. Плюс мы, конечно же, интенсивно работаем сейчас на том, как вообще в детских садах пересмотреть вот этот денежный поток, чтобы найти больше денег как раз для педагогов и помощников педагогов, да, то есть еще. Вот, зарплата повышается с сентября, но они достаточно повышаются. Мы же понимаем, что у нас дело не только в местах физических, где детям быть, а, главным образом, в педагогах, которых нет, или те, которые уезжают, например, в другие маленькие города под Ригой, да, где больше зарплаты и так далее. Соответственно, сегодня мы тоже, например, будем принимать в комитете решение о том, что летом будем тестировать модель в детских садах 10-часовую. Как мы понимаем, сейчас 12 часов, и, к сожалению, частные садики, они более свободны в этом плане, они могут всегда утром делать группу смешанную небольшую, да, и как бы таким образом там персонала меньше нужно, и потом, соответственно, основная группа работает весь, ну, и в конце дня тоже как бы смешанная. Мы понимаем, что последний час с 6 вечера до 7 вечера очень мало детей в детских садах, очень, да, ну, то есть все, кто отводит детей, знают, что, да, с 6 до 7 вечера уже там, обычно до 6 уже сильно воспитатели переживают, чтобы родители забирали детей, да, ну, и то же самое утренний час, вот, и поэтому сейчас предлагаем с департамента вместе образования, что летом будет, потестируем вот эту 10-часовую, как бы, смену для именно педагогов в одной группе, а утренний час первый и последний час будет вот возможность как бы дежурной группы, ну, то есть если кто рано приводит, то они там пока в дежурной группе и потом. То есть тут, конечно, вопрос, сможем ли мы это сделать с точки зрения эпидемиологических требований, да, то есть если нет, то, конечно, это не будет делаться, но, в принципе, практически это вроде как небольшое такое изменение, которое может сильно повлиять на то, сколько ставок педагогов нам конкретно надо, и как мы можем, соответственно, зарплаты потенциально увеличить или перейти на, ну, новую модель, где больше у нас нянечек, где одновременно все-таки есть два педагога или педагог и нянечка, а не так, что одна нянечка остается на всю группу, ну, и так далее, то есть улучшить этот момент. Ну, и еще, на самом деле, много моментов мы думаем по поводу охраны, которую, конечно, нужно с помощью, ну, надо переходить не на охранника, сидящего в школе, это вообще давно уже надо было сделать в детских садах, да, а на систему. Ну, это все как бы в процессе, вот сейчас обсуждение интенсивного с департаментом, они предлагают, мы анализируем также очереди, как именно специфически они формируются у нас, например, в местах, где люди заезжают из Барпы, из Адужи, еще откуда-то, да, то есть мы понимаем, что это на самом деле дети не там живущие, да, а дети родителей, которые едут на работу и завозят их туда в детский сад или, ну, в центре, да, например. То есть нам же нужно действительно понимать, какая ситуация, чтобы рижские дети попадали в очередь, что мы делаем с теми детьми, которых привозят родители из других городов, да, но они как бы формально зарегистрированы где-нибудь и декларированы все-таки в Риге, да, ну, то есть тут этот момент тоже, ну, вот, стоит еще на повестке, как здесь делать более в отношении к рижанам. Антонин Нинаш, у нас на прямой связи, посредством зума попрошу вас остаться у нас на связи, буквально короткая пауза, потом продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На одной волне с городом радио Еще раз добрый день, сейчас у нас на прямую связь выйдет с нами, я надеюсь, Антонина Нинашева, депутат Рижской Думы, один из лидеров партии Прогрессивной. Антонина, еще раз добрый день. Вот, я думаю, наши радиосуществы, те, кто следят за политикой, в курсе, что все-таки вы, ваша партия, такой социал-демократической направленность, ну, левая, если совсем вот так, в таком классическом понимании. И вот, да, вот, с одной стороны, понятно, что у вас есть там четкая позиция в той или самой Рижской Думе, а с другой стороны, вот как вот сбалансировать, вроде, не знаю, интересы города, экономическую ситуацию и какие-то вот социальные вопросы. Я почему спрашиваю? Буквально на днях была интересная дискуссия, я тоже за ней понаблюдал, уже в другом комитете, где вы тоже работаете, я имею в виду комитет по городскому имуществу. Что касается Рижского центрального рынка, большой ажиотаж в социальных сетях вызвал вот решение в бывшем молочном павильоне разместить вот торговлю одеждой, и тут возник вопрос, с одной стороны, вроде бы понятно, что это не совсем вот эстетично, кто-то даже сравнил это с барахолкой с 90-х годов, с одной стороны, с другой стороны, а какая альтернатива? Ведь те киоски, которые были, которые снесли, ну, вряд ли киоски, вот тоже из 90-х, это вот правильное решение, с одной стороны. С другой стороны, те, кто вот говорит о том, что это неэстетично, там вот как-то вот выпадает из какого-то, не знаю, там статуса ЮНЕСКО, мне кажется, тоже, может быть, как-то переигрывает, потому что, ну, наверное, мы не будем делать из центрального рынка, не знаю, МЦ-квадрат или, не знаю, Скаймора, то есть бутик для элитарной публики, да, но вот как найти вот этот баланс, потому что мы понимаем, что, с одной стороны, особенно в пандемии, людям надо как-то одеться, простите за банальность, и как-то вот как можно более по приемлемым ценам, с другой стороны, вроде исторические павильоны. Вот как это сбалансировать? Была интересная дискуссия у вас на комитете позавчера. Может быть, вот ваше впечатление от всего вот этой эпопеи с рынком? Ну, вот вы действительно правильно говорите, скорее ваё впечатление об этой эпопее с рынком. Вот именно об этом я бы и хотела сказать, потому что мы можем сейчас уйти в долгую дискуссию. Каким продуктом стоит продаваться? Да, какие нет, да. Правильно, кому она больше подходит, кому не подходит. Но опять же, на чём мы будем основываться? На чём мы будем основывать наш разговор? На моих личных ощущениях или, ну, на ваших, да, например, или радиослушателей. Каждый из нас по-своему это видит правильно, у каждого свой вкус и так далее. Кто исторически ходит на рынок, кто перестал на него ходить, да, по определённым причинам и так далее. Нас больше всего беспокоят, ну, с точки зрения депутатов, да, в моём случае в комитете по городскому имуществу. Имуществу, да. Где мы буквально назад работали над тем, чтобы, ну, как бы, цель рынку актуализовать, да. Это мы как политически, скажем, надзирающий орган над предприятием. Это наша задача. Не наша задача сказать, как конкретно они что-то сделают. Правильно? Для этого, если бы мы так, если бы была задача у политиков говорить, как конкретно и что им продавать на рынке, тогда бы мы были не политиками, тогда бы мы были управляющими на рынке. Правильно? Ну, вот в чём загвоздка. Мы, как политики, спрашиваем у рынка, что вы собираетесь там делать, что продавать, какая ваша стратегия, анализ. А они нам ответить не могут. Вот в этом, скорее всего, самая, ну, большая загвоздка. У нас, например, дискуссия действительно была. Их спрашивают, почему вы туда, в этот пенопавильон, да, в этот молочный павильон, какая там была, какое там было обоснование? Нам сказать нормально не могут. То есть есть какие-то спекуляции, есть какое-то что-то, с кем-то договорились, обещали, кому обещали, чтобы Буров мог снести эти киоски. Хорошо, Бурова, получается, обещали. Ну, то есть мы как бы не понимаем вот этой всей схемы, да. То есть вот нету конкретно прозрачных ответов. И это больше всего, если честно, напрягает по отношению к рынку, потому что мы видим, ну, если уж так чисто со стороны, вот вы, наверное, тоже как человек, который живёт в Риге, и видите, что рынок, в принципе, не развивается последние много лет. Он только загибается, загибается, загибается. Но это так чисто вот со стороны мнения, правильно? То есть были попытки там вот с этим гастрорынком, что-то какие-то свои темы, да, какие-то ремонты потихонечку идут. Ну, по большому счёту, в принципе, ну, становится как бы, аудитория уходит какая-то, которая была там, остаётся, возможно, историческая. Но, опять же, даже когда я спрашиваю у руководителя рынка, анализировали ли вы свою целевую аудиторию, смотрели ли вы, какие цены у вас на рынке средние. Потому что, ну, я тоже прекрасно понимаю, что пожилые люди, которые туда ходят, и их доходы очень низкие, а цены, надо сказать, на рынке, даже такой любительский взгляд, не особо низкие, да. Я понимаю, что там постоянно эта история, с кого обвешали, особенно пожилых людей обвешивают и так далее. Вопросы безопасности. Это мы с точки зрения чисто, опять же, обывательского клиента. Но с точки зрения политики у нас к ним конкретный вопрос. Какое ваше видение? Что вы хотите делать? Что вы проанализировали? То есть вы как управленцы рынком, для этого и есть специальное предприятие. Иначе это просто сдача недвижимости. Если их задача просто сдавать недвижимость, ну, вот эту красивую центральную, да, или не очень красивую, сложную какую-то на более захолустных рынках, да, или там, так далее, подвальные помещения, если их задача только сдавать недвижимость, ну, для этого можно тогда это отдать все департаменту, да, который будет просто заключать договора и сдавать недвижимость Без какой-либо стратегии, видения и так далее. То есть у них вроде бы есть какие-то цели, которые написаны на бумаге. Вопрос, двигаются ли они к этому цели. И это то, что нас беспокоит больше всего. Мне бы хотелось, чтобы управление рынка приходило со своими инициативами. Оно говорило, мы видим развитие так и так, наша целевая аудитория такая и такая, мы будем работать. И вот этих ответов мы, чисто как комитет, мы не получаем. И вообще, как управление Риги, мэр этого не получает, и никто не получает этих ответов на эти вопросы. Вот это то, что беспокоит, потому что тогда понятно, что никакого развития не будет, если нет видения. И поэтому сейчас со всеми, на самом деле, предприятиями нашими, городскими, именно такие беседы и ведутся. То есть давайте выдвинем конкретные цели и посмотрим, как мы к ним двигаемся. То есть как мы можем в течение года, двух, трех к этим определенной цели достичь. Например, каждое предприятие по-своему это видит. Например, мы хотим более эффективные ресурсы, чтобы использовались. Будем переходить на энергоэффективность или не будем все-таки? Будем на рынке лампочки все менять на энергоэффективность, чтобы сэкономить, на самом деле, миллионы в итоге? Или не будем? Ну, то есть вот какие-то такие вопросы. Будем фокусироваться на разную публику, возможно, действительно, предоставлять социально, скажем так, социально-отверственные услуги, чтобы у нас были выдвигать какие-то требования к нашим, ну, к тем, кто на рынке, например, снимает это помещение. Будем ли делать рынок, например, ночной или не ночной для наших местных производителей, чтобы они пришли и могли спокойно, не знаю, там, только что выловленную рыбу продать. Ну, то есть это все какое-то определенное видение, к чему рынок хочет прийти через, не знаю, несколько лет хотя бы, может быть, 10-20 лет, но вот этого пока не видим. Вот, и поэтому и работаем над тем, чтобы, может быть, с нашей стороны политики мы не имеем права даже вмешиваться не в какую-то там деятельность рынка, да, и говорить им, что делать. Но услышать от руководства и договориться о том, какая там глобальная цель и какие-то нефинансовые цели, задачи, которые они перед собой ставят, об этом, конечно, нужно договориться на политическом уровне. И тогда уже, ну, дать дальше свободу, соответственно, самому предприятию делать, работать, показывать результат. Ну вот, да. Да, это правда. Вот еще, может быть, такой вопрос, что касается, ну, может быть, больше работы Рижской думы, мы видим, что, ну, наверное, по-другому и быть не может, что и в коалиции появились те или иные там разногласия, подходы к тем или иным вопросам, но вот недавно коллеги из НКП «Санеги» сделали такой сюжет, что вот представители ТБ в ИСУ Латвии, ну, захотели поставить исполняющие обязанности директора вот департамента имущества, сейчас это место вакантно после того, как человек ушел на пенсию, вот своего представителя партийного, и я так понимаю, что все-таки партнеры по коалиции сказали, нет, это нехорошо, когда мы вот политиков вот ставим на эти должности. Это действительно сейчас вот такая четкая позиция большинства коалиции, что все-таки не надо путать, вот, не знаю, политический процесс и руководство исполнительной властью, я имею в виду, департаментами? Да, очень, вот в этом плане очень четкая позиция, ну, тут, конечно, я буду тогда сразу хвастаться своей партией, но наша позиция в этом плане настолько незыблемая, что, я думаю, всем остальным партнерам по коалиции просто приходится, ну, ладно, другие партнеры по коалиции, в принципе, тоже согласны с тем, что не надо путать исполнительную власть и политическую. И это мы видим на опыте предыдущей работы Думы, да и вообще, в принципе, латвийской политики, что когда начинается вот это вот путание, да, вот хороший политик, поэтому он отличный руководитель департамента или там отличный исполнительный директор или еще кто-то, этого не должно быть, да, то есть мы понимаем, что исполнительная власть — это профессионалы в своей области, и максимально они, конечно, должны быть политически нейтральны. Опять же, не нужно уходить совсем в крайности, потому что мы прекрасно понимаем, что любой, у нас страна маленькая, и мы как-то, в том числе как партия прогрессивная, мы бы хотели, чтобы люди больше вовлекались в политику, самые обычные, и не только из представителей исполнительной власти, но как можно больше вовлекались. И если мы будем совсем дискриминировать, скажем, если ты был, например, в партии когда-нибудь и что-нибудь делал, то тебе никогда ничего не светит. Да, это как клеймо, да. Это клеймо, ну, получается, мы сами себе стреляем в ногу, как говорится, да, и говорим, что, ну, не идите в политику, а мы как раз с прогрессивными каждый день буквально говорим, люди, идите, пожалуйста, в политику, приходите в партию, потому что именно многочисленные партии, они меняют, ну, как бы, такое демократическое условие, мышление, ну, то есть, что вот обычные-обычные люди должны все максимально приходить в политику и какой-то свой интерес там отстаивать, да. Вот. Но в том, что, вот, например, член правления партии, и кто-то приходит и говорит, знаете, мы отвечаем вот за этот комитет, вот у нас есть член правления партии, он будет отличным, здесь вот даже временным исполняющим обязанности. Для нас это, ну, красная линия. Вот. И поэтому для нас очень важны вот эти комиссии по отбору, чтобы они были максимально независимы, да, и мы с мэром особенно на этот счет акцентируем и работаем, потому что мэр получается тот, кто назначает формально всех этих людей на должности, да, и мы, ну, следим так, чтобы, по крайней мере, со стороны прогрессивных всегда очень следим, чтобы комиссия была максимально независимая, которая назначает, да, чтобы не было там этих политических лобби, которые, безусловно, есть, но это отдельный разговор, Алик, мне кажется, тут это, если я вообще начну рассказывать, как я за полгода смотрю, как культура вообще политическая меняется, или как мы ее пытаемся менять, и как активиться этим изменениям, мне кажется, это отдельная, очень, на самом деле, интересная беседа, потому что мы как новые люди в политике, которые с такими идеалами, ну, это прям действительно интересно, интересно смотреть, как люди удивляются, когда ты им говоришь, что вообще-то это ненормально, так не надо делать, как не надо делать, ну, то есть, да, культуру не просто поменять в политике, но ее можно поменять, только если у тебя есть определенный вес, и тут у прогрессивных наша, конечно, залог успеха, то, что у нас сейчас есть вес в Риге большой, да, с этими одними именно прогрессивными депутатами, ну, вес большой, если мы говорим, ну, это как бы ненормально, то и все остальные, а, ну да, действительно ненормально, ну, или, конечно, я не буду наговаривать на коллег, и другие говорят, у нас консервативная партия, которая тоже очень принципиальна там с определенными, ну, как бы, с прозрачностью политики. Может быть, действительно, мы один из эфиров через какое-то время действительно, может быть, посвятим, может быть, ближе к лету, когда такие политические страсти улягутся, посвятим именно культуре дебатов, потому что, ну, по крайней мере, в прошлой Рижской думе, я понимаю, что там была ситуация такая совсем накаленная, да, но там, конечно, дебаты иногда можно было, точно перещеголяли вот дебаты в Сейме, да, то есть, какая там культура была дебатов. Но это, может быть, отдельная тема. В завершении, все-таки, вот, не могу вас не спросить, именно касается прогрессивных, мы знаем, что будет интересное событие, очень важно для страны, по крайней мере, для всех самоправлений Коми-Риги 5 июня, не вдаваясь, чтобы нас никто не заподолил в какой-то там, не знаю, агитации, не дай бог, вот не вдаваясь вот в это, я просто обратил внимание, что, ну, в большинстве случаев прогрессивные идут самостоятельно. А значит ли это, что и на выборы в Сейме, менее чем уже через полтора года, вы тоже пойдете самостоятельно, и вообще, вот, не знаю, в партии выкислилось такое понимание, что объединение, это все, наверное, хорошо, всякие разные союзы, но лучше идти, не знаю, так вот примитивно говоря, под собственным брендом, ни с кем не деля места в списке, не подстраиваясь, не пытаясь вот программу свою как-то вот адаптировать к другой партии и так далее. Не, ну, вы же прекрасно понимаете сами задавать этот вопрос, что, конечно, всегда лучше быть самим, со своей идентичностью и, соответственно, со своими ценностями, и не нужно, ну, как бы... Ну, как когда, иногда многие говорят, что мы распыляем голоса, дробим и так далее, да. Да, но когда есть четкая позиция политическая, то понятно, что рано или после все равно идешь в коалицию, и в коалиции тебе все равно приходится идти на компромиссы, а получается, что ты изначально уже замешанная такая субстанция, идешь еще в одну замешанную субстанцию, да. Понятно, что это... Но я вам ничего не могу сказать по поводу нашего старта в Сейм, потому что у нас очень демократическая партия, и мы будем принимать решения в правлении, а не единолично мной еще кем-то. Тем более у нас в сентябре конгресс партии, снова будет избираться правление, в том числе сопредседатели новые, да, новые или новые старые, это все покажет, опять же, результаты голосования наших членов партии. Поэтому я не могу единолично вам что-то ответить. Мое личное мнение, я бы, конечно, хотела видеть, что прогрессивные свою идентичность продолжают развивать. Я вижу, как сложно в политике, скажем так, с принципами, с принципами быть политиком, да, и поэтому нам лучше держаться, как говорится, единым и вместе, принципиальным, вот, и чтобы как бы нашу вот особенно левую, как говорится, повестку продвигать, ну, тут надо, ну, надо, конечно, чтобы мы были сильные как партия. Поэтому растем, развиваемся, будем смотреть, какая поддержка будет от жителей, какие рейтинги, ну, и какая ситуация, конечно, в стране. Мы же понимаем, что сейчас популизм так зашкаливает, что... Да, я думаю, что будет очень много новых популизмов, популизмских партий, так что будет интересно посмотреть, как это все будет происходить. Антонин, не нашего у нас было на прямой связи, и большое спасибо. Спасибо большое, всего доброго. День в день, час в час, минута в минуту, радио.